Красивая внешность часто расценивается как синоним успешной и счастливой жизни. Именно поэтому многие девушки и женщины с помощью косметики и других своих секретов часто вмешиваются в природные данные. Приносит ли это счастье? Поднимает ли это самооценку? В этих вопросах нам помогает разобраться астролог и психолог Ирина Орда. В социуме такое бывает мнение, что есть самооценка завышенная и заниженная. Это гармония внутри и гармония снаружи. Предназначение женщины быть красивой, но красивой не перегибая. Здесь есть закон, закон, который регулируется. В каком плане? Он тонкий, он как бы не писанный, но это внутренний закон, закон Венеры. Не родись красивой, родись счастливой. Поэтому нужно свою красоту всегда направлять в нужное русло. Часто бывает, что самооценка завышенная, но эта завышенная самооценка переходит в наглость. Решительность и уверенность, и завышенная самооценка — это вообще разные вещи. Потому что наглость — это как раз заниженная самооценка. И неправильное понимание, и осознание себя. Здесь же еще нужно посмотреть психологические факторы. Обычно за каждым поведением человека, за каждым его качеством обязательно стоят психологические защиты. То есть что такое, например, высокомерие? Высокомерие — это, например, человека в детстве унижали эмоционально, и физически, и эмоционально. И человек вырабатывает психологическую защиту. Как? Сильные люди, они вырабатывают высокомерие. Некоторые поэтому у них падает самооценка, они за себя не могут постоять, такие забитые жертвы. А некоторые вырабатывают такую психологическую защиту, как высокомерие. В современном мире сейчас можно свою внешность изменить до неузнаваемости. Опять здесь нужно просто понимать, для чего вы это делаете, как вы это делаете, и не забывать об гармоничности. Одни прям вот естественные, но косметику никто не отменял, потому что предназначение женщины быть красивой. Дезодорант нужен? Нужен. Эпиляция нужна? Нужна. Естественный макияж нужен. Поэтому стопроцентная естественность не может быть. С другой стороны, когда идет перегиб, когда вот все нарощенное, принарощенное, без слез не взглянешь. Поэтому здесь нужно искать, конечно, баланс такой. И даже многие мужья против этого. Мужчина против, но все равно она отдает дань моде и делает это против его желания. Надо просто слушать друг друга, просто не забывать, что опять мы же живем в гармонии. Женщина для чего наряжается? Для того, чтобы тянуть к себе партнера, чтобы с кем-то подружиться. Но она забывает, что все равно они выбирают для себя жену и мать. Поэтому там такой баланс должен быть. То есть косметики и баланс естественности. Если естественно, это какая-то есть такой явный дефект. Понимаете, конечно, чтобы это не мешало человеку жить, то почему бы и нет? Ну а если человек красивый, гармоничный и переделываться в угоду моде, ну смысл? Здесь же вопрос внутреннего состояния. Как я себя вообще принимаю или не принимаю? Для чего я это вообще делаю? Вот наше лицо — это как натальная карта или гороскоп. Каждая часть лица показывает определенную планету. Например, глаза отвечают за Марс. Уши отвечают за Юпитер. Нос — это Солнце. Губы — это Венера. Полная красота лица — это Луна. И кожа — это Меркурий. И, к примеру, вот смотрите, даже, например, человек переделывает нос, он меняет Солнце. А Солнце отвечает за амбиции, отвечает за самооценку, отвечает за многие моменты. И даже когда мы внедряемся в пластику, внедряемся в какие-то моменты, мы даже можем изменить судьбу в не очень правильное русло. Как внедряясь в грубое тело, мы же внедряемся еще в тонкое тело. Мы должны забывать, что у нас есть аура, то есть тонкое тело. И поэтому, когда мы что-то режем, пилим, колем, то мы еще нарушаем не только физическое тело, но мы еще нарушаем энергетику человека. Нужно об этом обязательно помнить. Должно быть все быть взвешено и гармонично. Женщина — это состояние всегда. Поэтому следим за внутренней красотой и внешней красотой. Ну и здесь самое главное — себе задайте вопрос, для чего вы это делаете, какое у вас внутреннее состояние. И может быть самое главное, с чего начать? Утром проснуться, посмотреть на солнышко, пожелать всем счастья, улыбнуться. И позитивный настрой может быть даже более эффективный, чем любая косметическая операция. Поэтому мы начинаем с внутренней красоты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...